Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отказывается идти на сделку с Хамас. Несмотря на массовые протесты в Израиле, протестующие обвиняют Нетаньяху в смерти заложника в Газе и требуют рассмотреть условия сделки по прекращению огня. Как рассказывает BBC, массовый протест в Тель-Авив, который начался 2 сентября, продолжается ночной демонстрацией. Митингующие протащили мимо дома Нетаньяху 6 пустых гробов, обвешанных флагом Израиля. Таким образом, жители обвиняют премьер-министра в том, что он не приложил достаточно усилий для освобождения заложников в секторе Газа. «Я думаю, тот факт, что они были убиты прямо перед тем, как их можно было спасти, это всех сломало», рассказала одна из участниц протеста изданию BBC. В протестах приняли участие сотни тысяч жителей Израиля. Однако, несмотря на их массовый характер, некоторые израильтяне думают, что Нетаньяху продолжат игнорировать требования граждан, как это было во время предыдущих протестов. Еще до теракта 7 октября многие магазины и рестораны, как сообщает BBC, остались открытыми и не присоединились к митингам. В данном момент жители Израиля, а также часть мирового сообщества требуют, чтобы Нетаньяху рассмотрели сделку с Хамас и согласился на условия, пока не погибли другие заложники. Страна Хамаса ответила, что если не будет достигнуто прекращение огня, еще больше израильтян вернутся домой в Саванах. Саван – это одеяние для погибших. Что говорит Нетаньях ночью 2 сентября? Бениамин объявил на пресс-конференции, что сейчас точно не собирается принимать условия Хамаса в сделке по прекращению огня. Эти убийцы казнили шестеря наших заложников, они выстрелили им в затылок. И теперь нас просят проявить к ним серьезность? Нас просят пойти на уступки, возмустился премьер-министр. Он добавил, что согласившись на условия сделки, Израиль даст Хамас понять, что убийством они могут добиться своего. Это, по словам премьер-министра, может привести к большому количеству смертей. Тем не менее, Нетаньяху принес свои извинения гражданам Израиля и семьям погибшим на вчерашней пресс-конференции. Как реагирует США? Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после убийства заложников заявил, что Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы освободить оставшихся 97 человек. Президент США подчеркнул, что американская сторона сделает все, чтобы подвинуть сделку по прекращению огня. Байден и его вице-министр и президент Камала Харрис встретились с переговорщиками Хамас, чтобы сделать предложение со своей стороны, финальное предложение. Байден включает условия сделки для прекращения огня, а сам президент США считает, что это может стать решением служившегося конфликта. Издание Аксис ссылается на внутренние источники и передает, что Байден озвучит Хамас в предложении к концу текущей недели. Его детали пока не разглашаются. До этого администрация Байдена уже представляла план по прекращению огня и заручилась поддержкой ООН. Однако стороны не пришли к соглашению. Ранее Хуртив рассказывал о протестах, охватившись Тель-Авив и другие израильские города. После убийства шести заложников хаотичные протесты начались 1 сентября, а участники митингов требовали заключить сделку с Хамас о прекращении огня. После крупнейшей израильской федерации профсоюза ГИСТАДРУК назначила всеобщую забастовку. Она прошла вчера 2 сентября и продолжилась с демонстрациями в ночь со 2 на 3 сентября. В сентябре 2023 года боевики Хамас начали атаковать Израиль с территории секторов ГАЗа. По данным СМИ, в ходе нападения были похищены более 250 человек и убиты 1200 человек на израильской территории. Израильские военные ответили массивными и массовыми аудиторами по позиции Хамас. По данным подконтрольного боевиками, Минздрава ГАЗа 7 октября там было убито более 40 тысяч человек. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.